Экскурсия для экскурсоводов и не только. Первоуральские металлурги встретили очередных гостей, которые побывали в обновленном музейно-выставочном центре и на самом предприятии. Подробнее в сюжете. Обратите внимание, не случайно вас встречают портреты основателей горнозаводской цивилизации. Строганов, Демидов, Дагенин и даже Петр Первый были причастны к созданию уральской металлургии. Первая экспозиция музейно-выставочного центра Первоуральского новодробного завода ТМК отображение времен 18 века, века создания Васильево-Шайтанского завода. Небольшой деревянный дом в начале плотины, близ господской усадьбы, занимала, вероятно, заводская контура. Окунуться в атмосферу жизни предков-промышленников пришли около 20 человек. Большая часть группы с профессиональной точки зрения. Это представители Межрегионального союза экскурсоводов. Потому, говорят, открытия пропустить не могли. Он ведь ориентирован и на молодое поколение, А им, честно сказать, не очень интересно смотреть на фотографии в рамах, а интересно быть интерактивными, взаимодействовать с экспонатами. И я в восторге от того, как здесь это реализовано. Мне очень нравится. И, конечно, это не только интересно будет для первоуральцев, а и для жителей Екатеринбурга, всей области. Наполнение музейного центра невероятно обширно, потому хранит много исторической информации. Например, в годы Великой Отечественной войны более 6 тысяч новотрубников находились на полях сражения, и 871 первоуралец не вернулся. В честь подвига памятную речь записал знаменитый диктор Юрий Левитан. Да не поверхнет память о вас, солдаты России, воины-новотрубники. Знакомство с экспозициями – часть экскурсии. Дальше – посещение предприятия. Наши экскурсии нацелены на то, чтобы показать людям металлургию с другой стороны, не так, как они ее представляют в обычной жизни. Например, в трубопрокатном цехе номер 8 у нас в этом году открылся интерактивный центр, где можно в удаленном формате посмотреть все агрегаты оборудования, которым невозможно подойти напрямую из соображений безопасности. Гостям показывают, как с помощью современных решений можно отслеживать технологические процессы на экране. Производство захватывает внимание каждого гостя. Это охладительный стол, сюда уже поступает готовая труба, готовый размер трубы. Сейчас происходит процесс проката трубы 89. Я увлекаюсь историей, краеведением города, но, соответственно, и область меня тоже привлекает. И на эту экскурсию я записался практически месяц назад. Впечатлил бы прокат труб все в каких качествах, в каких сроках, в какой атмосфере все это выполняется. Под большим впечатлением остались и другие гости экскурсии. А организаторы, в свою очередь, уверены, после этой встречи посетителям будет что обсудить. Виталий Мотин, Денис Хромцов. Новости Первоуральск.